Вильнюс готовится к обороне на случай нападения. Об этом рассказал мэр города. На улицах литовской столицы, в частности, появятся противотанковые ежи. Также в сообщениях упоминаются некие зубы дракона. Ничего из этого никто пока не видел, но звучит уже тревожно. Понятно, что развертывание произойдет мгновенно. О том, что началась война, о том, что начался штурм Вильнюса, жители города узнают в тот момент, когда на улицах будут лязгать российские танки, потому что дистанция прохождения от белорусской границы до Вильнюса практически мгновенная. То есть утром все просыпаются именно потому, что танки в городе. Если при этом у России нет задачи уничтожить город, как это сейчас мы видим на примере Украины, когда Харьков не столько нужен, сколько уничтожаем, и есть задача именно его занять, тогда в данном случае Вильнюс занять. Это означает, что по самому городу ударов будет меньше. Удары будут до, по контингенту, стоящему как раз на границе с Белоруссией, и после, по Каунусу, потому что в Каунусу находится основная группировка Бундесвера, которая, в принципе, прикрывает всю Литву. Значит, на Вильнюс не очень прилетит, и в Вильнюсе будет паника, и здесь будет мирное население, и здесь будут зубы дракона, и российская страна обязана в это поверить. Ну, то есть, понятно, ежи и зубы либо должны стоять по периметру Вильнюса все время, пока нападение возможно, пока оно ожидается, либо их просто не успеют поставить, если нападение уже началось. Ну, в общем, иначе-то все бесполезно. А теперь про план эвакуации. Даже пять планов для шести разных направлений – это крайняя мера, но она тоже должна быть подготовлена. Каким именно воспользуются планом, будет зависеть от целостности, например, мостов через реки к тому моменту. Не разбомбят ли их? Поставлена задача эвакуации города всех жителей за полтора дня. Как этого добиться, зависит от условий. Как я говорил, возможны случаи саботажа, сознательные помехи. У нас будет минимум пять сценариев в зависимости от конкретных условий, рассказал мэр Бенкунскас. И добавил, что прямо сейчас городские власти анализируют пропускную способность дорог, подсчитывая количество машин в самые загруженные часы. Все будет учтено. Насчет отряда добровольных защитников города, по данным мэра, сейчас в него записаны около 1900 человек. Отдельный пункт обороны – специальная площадка для подготовки желающих управлять дронами. Причем тренироваться там смогут не только взрослые, но и дети. Ну, подростки, видимо, имеется в виду. Трасса для беспилотников появится уже летом. Тренировки будут посвящены выработке навыков правления, затем преодолению препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, которые владеют такими навыками. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первое, сказал мэр Вильнюса. Вот это самый важный момент обороны, это самый важный момент интервью. Гражданское население, оно недееспособно. Боец ополчения не умеет стрелять, он не умеет подрывать танки, он не умеет ходить в атаку. Поэтому для обороны города мирное население бесполезно и даже противопоказано, несмотря на героизм, несмотря на патриотизм и готовность. И единственное, чего всерьез боится Красная Армия, это дрона, потому что она в них не очень понимает, она не очень умеет ими пользоваться, несмотря на то, что Украина научила. И это тот тип оружия, противодействовать которому крайне затруднительно и в силу слабой материальной базы российской армии, и в силу плохого навыка, и в силу того, что в принципе российская армия, она, мягко говоря, безалаберна. Когда у тебя все население города хорошо мотивированное, очень патриотичное, очень точно понимающая врага, умеет пользоваться дроном, это означает, что у тебя вместо неумеющего стрелять солдата, есть очень коварный школьник, в руках которого дрон подобьет и танк, и оторвет голову генералу, и долетит до штаба, и взорвет твою Катюшу, а заодно утопит все твои корабли. И когда Вильнюс говорит о том, что мы будем воевать по правилам Средневековья, а из современного у нас на закуску то, чего вы боитесь больше всего. Это был фрагмент программы «Воздух» на канале Ходорковский и Лайф. Маленький кусочек. Чтобы смотреть наши видеотрансляции в полном объеме, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, это очень важно для нас. Берегите себя.